Здравствуйте! С вами библейский портал Экзегет, священник Стахико Латвин и всего лишь один единственный евангельский стих, который мы сегодня с вами разберем, потому что в каждом слове священного писания есть дуновение Духа Святаго, есть истина, которую нам нельзя пропустить. Порой за объемом прочитанного целой главы или отдельной евангельской притчи или даже какого-то абзаца, который заканчивает связанную историю, мы можем не разглядеть мелочи, а ничего из того, что оставил нам Христос через своих божественных учеников-апостолов, нету мелочи неважной. Любая мелочь важна и может помочь нам на пути нашего спасения. Пусть и не всегда нам будет востребована эта евангельская истина, пусть не каждый момент нашей жизни будет преодолеваться какими-то искушениями, тем не менее, когда-то нам обязательно это пригодится. Поэтому сегодня обратимся к Евангелию от Марка, к третьей главе и прочитаем тринадцатый стих. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Стих открывает, тоже обязательно, конечно, мы не можем врывать из контекста, открывает призвание апостолов. Отрывочек, который, в принципе, представлен в различных евангелиях, и здесь в Евангелии от Марка со свойственной лаконичностью этого евангелиста описан. Но мы не пойдем дальше, не будем разбирать перечень имен, кого Господь призвал. Посмотрим именно на эти слова. Господь берет и многие моменты евангельских своих действий, символических, которые имеют отношение не только к какому-то взаимодействию с людьми, но и для дальнейшей жизни церкви, Господь делал их, Господь их творил на горе. Вот даже у нас в храме тоже есть символическое горнее место. За престолом священник туда проходит для того, чтобы возгласить прокимен вместе с диаконом, для того, чтобы внимать священному писанию. Вот точно так же и на горе мы вспоминаем, ну, Господь на горе преобразился, Господь на горе вознесся, Господь претерпел распятие, смерть за грехи рода человеческого тоже на горе Голгофе. Ну и, конечно, в Ветхом Завете тоже мы можем вспомнить, как пороку Моисея были даны заповеди на горе Синай, или как порок Моисея на горе Него, который на территории современной Ордании смотрел на землю обетованную и не мог туда войти, но держал крестообразные руки, знаменная Христа. И пока он держал руки выше, то израильтяне побеждали, когда опускались руки, то, увы, они проигрывали. Вот все вот эту ретроспективу мы вспоминаем и видим, что отнюдь не случайно, что Господь, который перед этим и с берега в лодке проповедовал, и на улочках города проповедовал, и люди там толкались к нему, прикасались, Господь идет на гору. Да, в этом есть некоторый момент просто практический. Господь уходит от вот некоторых назойливых преследователей, которые не ищут божественной истины, а ищут только либо практического решения своей проблемы, ой, Господи, надо исцелить меня или моего родственника, вот давай помолись обо мне и мою земную проблему реши. И опять же, от еще большей толпы зевак, которые смотрят, ой, а кого Господь сегодня исцелит, а из кого он сегодня бесов изгонит. И Господь, когда утоляется на гору, уже люди более ленивые, кому не так нужно, они уже отстают. А уж люди, которые получили исцеление, не то, что Господь их заставляет, ой, кто-то хромой за ним идет, а Господь, ой, сейчас я на гору уйду, и человек вынужден будет остаться. Нет, Господь, как мы читаем в Евангелии, всех исцелил и идет дальше. То есть те, кому нужны зрелища, зрелища получили. Те, кто получили, хотели просто исцелений, они с этими исцелениями, вот, ну, тоже остались радоваться, веселиться, ну, или наоборот, в каких-то размышлениях, почему, может, Господь не то исцеление подал, которое они хотели, то есть о какой-то о своем вере, о своей жизни тоже задумывались. А со Христом пошли только те, кто реально хотел от него услышать слова, которые приведут их в Царствие Небесное, в жизнь вечную. Пусть, возможно, они понимали пока что еще на этот момент и превратно, и думали про какое-то царствие земное, наверное, что будет перед этим. То есть тоже какие-то земные цели параллельно преследовали. А для нас это тоже важный момент, потому что если мы посмотрим, ну, вот, обычный городской храм, сколько в него в течение недели заходит людей, и сколько в него приходит в самый многолюдный момент на воскресную божественную литургию. И что интересно, конечно, это тоже зависит от местоположения храма, но особенно вот в храме в центре, рядом с офисами, в воскресный день соберется небольшая приходская община, а вот в течение дня после работы многие люди будут заходить, ставить свечку, там, писать записочку и убегать. И вот таких людей, которые пришли и ушли, их значительно больше. Точно так же и здесь вот в некоторый горний момент собираются только те люди, которые истинно любят Христа. Поэтому тоже для нас вот этот стих уже сам по себе стимул. Стимул не только забежать в храм и убежать, не только вот по ходу, ой, ну, храм рядом, я зашел, или даже в плане службы. Ну, вот, пока я там жил, квартира у меня была неподалеку от храма, я в храм ходил, а вот я что-то переехал, но долго допираться, ну, наверное, пореже буду ходить. Нет, если мы идем и не только, вот когда нам как-то приспичило или когда как-то так совпало, что храм рядом, мы приходим за Христом, то мы получаем что? Мы получаем, кого Господь туда позвал. Господь позвал к себе, кого он сам захотел. Но на самом деле Господь позвал, и у каждого у нас есть возможность этому призыву откликнуться и прийти с ним, и получить больше. Не только какое-то решение своей земной проблемы, как мы пришли перед иконой и молимся, ой, да, кто-то заболел близкий человек, и мы искренне молимся. Наша молитва, она очень горячая. И, возможно, даже у нас и не только, а там о каком-то земном, наоборот, мы молимся, чтобы с кем-то примириться, чтобы разрешить какую-то проблему, которая все-таки не тело, а душе наш дискомфорт доставляет. Но Господь может дать нам больше, чем наши запросы. Но для этого надо следовать за ним, не сдаваться, не отступать. А тут можно сказать, не, ну как-то все время в храме, что ли, пребывать, или семь дней в неделю из храма не выходить. Ну, в принципе, конечно, есть люди, кто живут монашеской жизнью, они семь дней в неделю в храме. Вот приходской священник семейный, он даже если семь дней в неделю появится в храме, он все равно не будет весь день в храме проводить. Ну, кроме, конечно, некоторых дней, когда приходится. Вот, конечно, он возвращается к семье. Нет, здесь имеется в виду то, что, конечно, Христа мы всегда должны иметь в своей жизни и всегда следовать за ним. И вот эту горнюю, верхнюю, вот эту символическую планку горы всегда перед собой держать. То есть мы выбираем, какой поступок поступить, и всегда самая верхняя планка. Да, вот так это подло поступить, но так более-менее среднее. А вот я, как христианин, должен еще больше поступить. Если ты так свою жизнь выстраиваешь, ты всегда идешь за Христом. И точно так же, конечно, вот общение с Богом, оно не только храм ограничено, мы всегда из любого уголка, из самых высоких гор, даже если символически мы находимся, наоборот, в какой-то низине, в Марианской впадине, там, может, спускаемся, в батискафе все равно, мы можем со Христом быть на постоянной связи, через молитву. И поэтому тоже слова апостола Павла «не пристану молиться» тут обретают совершенно особый смысл. Хорошо, вот примерно с этим разобрались, теперь вернемся опять к событиям двухтысячелетней давности, от актуализации в 21 веке. И смотрим, Господь позвал к себе, кого сам хотел. Но тут можно взять и подумать, ну вот, наверное, Господь кого-то не хотел видеть, Господь кого-то прогонял. И я вот у меня как-то там, может, не очень получается, там, наладить духовную жизнь, может, просто Господь меня не хочет видеть. Действительно, по этому пути пошли некоторые мыслители, еще даже древней церкви, но потом, прежде всего, ярко это расцвело и получило такую страшную законченность в протестантизме, особенно в кальвинизме, где некоторое предопределение, причем предопределение не только к спасению, Господь кого-то выбрал, чтобы спастись, но и сказанное А, сказанное Б, и предупредил кого-то к погибели. Православное вероучение считает это, конечно, настоящей ересью, которая противоречит любви Христа ко всем нам. Кого Господь захотел увидеть там? Вот как раз предшествующие мы слова, а не об этом. Кто сам хочет быть со Христом, не в виде исключения, не просто так, вот, ну, заодно я как-то Христу время уделю, а, в принципе, свою жизнь настраивает, отчитывает от Спасителя, от Его евангельской проповеди, тех хочет видеть Христос. То есть Христос хочет видеть всех, но просто никому не навязывается. Господь хочет видеть тех, кто сам хочет видеть Христа. Но вот почему очень важно, что именно все время и всю жизнь и каждый момент жизни от Христа отчитывать, потому что как бы не обмануться, мы вспоминаем притча в Страшном Суде, и там грешники говорят, Господи, да когда мы тебя там, когда увидели, да, там, в темнице или голодом мы тебя не посетили, накормили? Всегда мы это делали. А Господь говорит, да я не знаю вас, идите от меня, проклятые, в тьму кромешную, где плач и скрежет зубов. Вот для нас тоже есть такой риск, потому что мы можем сказать, о, Господи, я хочу тебя видеть, я христианин, я в тебя верю, в принципе, я какие-то заповеди, возможно, соблюдаю, даже иногда даже, слава тебе, Господи, в таинственных церкви поучаствовал. Но, тем не менее, мы можем прийти на Страшный Суд и тоже в такой ситуации оказаться, потому что мы в какой-то момент своей жизни не стали эту верхнюю планку брать. И поэтому Господь, Он, который, конечно, хочет нас видеть, нас в итоге не увидел. Так вот, конечно, все, кто пришли туда, Господь хотел видеть и осилили дорогу, идущий, и был признан потом по апостолу. Но тоже вот тут важно, что не только явление Божьей благодати, Его божественной энергии, Его действия, которые призывают к людей, имеют спасительный эффект, потому что вот все ветхозаветные люди, они хотели видеть Господа, но даже пророк Моисей, боговидец, о котором вот такое прозвище вроде говорит само за себя, он Бога увидеть не мог, да, он видел некоторый отблик словы Божьей, как сказано поэтически, заднее Божье, что-то вот Господь пришел, и то его там прикрыл, чтобы Моисей не погиб от вот этого соприкосновения с божеством. А тут Христос приходит и ждет нашего отклика. И поэтому вот последние слова этого стиха «и пришли к нему». Да, вот люди приходят к нему. Господь, с одной стороны, вот хочет нас позвать, а с другой стороны люди к нему приходят. И вот этот стих, он тоже ключевой в понимании нашего православного вероучения о спасении. Ну, есть такой раздел богословия, сатериология. О спасении, которое является через соработничество. На самом деле, этот термин «соработничество» можно было бы с греческого перевести просто куда более простым звучащим словом «сотрудничество». Ну, «сотрудничество» — это просто настолько избитый сейчас термин. Ну, «сотрудничество» там в экономическом смысле, или вот «сотрудничество», когда там выгодно. Ну, да, мы там просто или там «сотрудники», да, что «сотрудники», ну, кто там работает на работе, это не близкие мне люди, ну, просто вот вместе трудимся. Поэтому используется некоторый синоним сработничества. Господь хочет нас видеть, Господь нас ждет, люди в ответ к нему приходят, люди идут, и Господь их встречает. И вот когда есть вот это взаимодействие, человек и достигает спасения, точнее достигает спасения, по крайней мере его начало, потому что, как Господь говорит, я путь истины и жизни. То есть пока мы не достигли Царствия Небесное, достижение спасения — это всегда у нас путь. Мы берем, и таинство крещения нас рождает для жизни вечной, открывает дорогу к Богу, открывает дорогу к другим таинствам, к соединению со Христом в таинстве Евхаристии. Но если человек не идет по этому пути, он не спасается. И вот мы должны понимать, что этот путь за Христом, он всегда из желания Господа нас увидеть, все равно нам нужно какие-то трудности преодолевать. В других местах Евангелие Господь говорит, что Царствие Небесное берется силой. И поэтому вот если мы вспоминаем это символическое восхождение на гору апостолов, которые еще не знают, что они апостолы, еще не знают, что они избранные ученики-спасители, то мы поймем точно так же, что вот, ну, как тяжело человеку, в принципе, и спасаться. Что человек приходит, и, может, он пришел даже через горестный момент в церкви, но все равно он пришел и остался не потому, что он там плакал о каких-то своих проблемах, потому что он радость почувствовал. Но все равно через какие-то искушения, испытания, когда Господь проверяет твою веру, приходится проходить. Да и, в принципе, даже если нет каких-то особых искушений и испытаний, ты живешь всю жизнь, и у тебя потихонечку грехи накапливаются вот на старости лет. И тело у тебя уже не столь подвижно, и болячек куда больше, и, главное, душа, даже если не было каких-то тяжелых грехов, просто под грузом вот этих мелких грехов уже, конечно, ей тяжело. Но мы все равно идем за Христом. Поэтому, дорогие братья и сестры, Господь всех нас хочет видеть. Да, конечно, мы не вошли в число 12 апостолов, но помним, Господь призвал 12, потом призвал 70, а 70 апостолов тоже даже в списке различаются. Кто, когда там проповедовал, да, кто в Палестине остался и не пошел на проповедь дальнейшую, оставил апостольское служение, кто был призван из числа язычников. Каждый из нас, он апостол, последователь, спаситель, который может и за Христом идти и благовествовать. Пусть и не с 12, не с 70, а там и с 7 миллиардов, но все равно, все равно апостол. Поэтому, дорогие братья и сестры, не сдаемся, идем за Христом, не отступаем, когда лукавый нам говорит, не, достаточно, или близкие порой даже говорят, ты чересчур как-то там православный, ну, зачем, зачем, будь как-то попроще. Нет, надо идти за Христом до конца, не бравируйте этим. Если бы апостолы шли и говорили, ой, друзья, нас там Господь как-то призывает в апостолы, все соберемся. То на этой горе было бы не только избранное, но была бы такая же толпа, и там бы Господь, который с апостолами все эти дни проводил, он бы их не призвал на особое служение. Потому что, если мы вспомним, он и Петра с Андреем Иоанной, с Иаковым призвал еще раньше. Но нет, в некотором смирении мы идем за Христом, и в некоторой радости мы идем за Христом. Вот этот баланс смирения и радости приведет нас к Спасителю, который действительно хочет нас увидеть и увидеть и в этой земной жизни, и увидеть рядом с собой, одесну и в Царстве Небесном. Продолжение следует...